Всем привет! В этом видео мы посетим одно из популярных, я бы даже сказала исторических мест в Гданске, Европейский Центр Солидарности. Возле этого центра находится площадь Солидарности и памятник Павшим Рабочим Верфи. Монумент в виде трех крестов с якорями, установленный в память о жертвах волнений в Польше в 1970 году. Он стоит в 30 метрах от места гибели первых трех жертв. Памятник был открыт 16 декабря 1980 года. Три креста высотой 42 метра украшены в нижней части барельефами из жизни работников верфи. Кроме того, здесь есть миниатюра проходной верфи и памятника, который показала вам ранее. Вот так снаружи выглядит центр солидарности. Давайте зайдем внутрь и рассмотрим его изнутри. Он представляет собой музей и библиотеку, посвященные профсоюзному движению Солидарность, а также другим оппозиционным движением, приведшим к падению компартии в странах социалистического лагеря. Внутри Европейский центр солидарности производит очень приятные впечатления. Огромное светлое пространство, красиво украшенное живыми растениями в зимнем саду и постоянные выставочные залы с уникальными экспонатами. Выставка занимает почти 3000 метров квадратных на первом и втором этажах здания. Она разделена на 7 комнат. Посетители проводят здесь в среднем 2 часа. Эта современная выставка носит повествовательный характер. Посетитель погружается в историю, рассказанную архивными предметами, документами, рукописями, фото- и видеопроекциями, интерактивными инсталляциями. Каждый, кто посещает эту выставку, имеет возможность найти собственные отсылки к истории и современности. Множество повествований позволяет возвращаться сюда много раз. Каждый раз находя новую историю. Вот такие переходы сопровождают между залами выставки. Решение о создании музея было принято еще в 2005 году. 8 ноября 2007 года был объявлен конкурс на лучший проект здания музея, в котором участвовало 58 команд. Но конкурсная комиссия признала лучшим проект именно гданских архитекторов из мастерской «Форд». Строительство Европейского центра «Солидарности» началось поздней осенью 2010 года и стоило 232 миллиона злоток, из которых 113 миллионов, между прочим, были выделены Европейским Союзом. Торжественное открытие комплекса состоялось 30 августа 2014 года. Здание музея имеет общую площадь 25 349,75 квадратных метров и выполнено в образе строящегося корабля. Состоит оно из пяти этажей и подземной парковки на 286 мест. На первом этаже находится касса, где посетитель может приобрести билеты, а также наушники с аудиогидом на нескольких предложенных языках. Кроме того, на первом этаже есть несколько кафе, а также магазинов с сувенирами, один из которых мы посетим позже. Сама экспозиция начинается на втором этаже и поделена на шесть залов с присвоенными буквами А, Б, С, Д, Е, Ф. Каждый зал посвящен определенной эпохе становления солидарности. Общая же экспозиция из шести залов рассказывает историю Польско-Народной Республики и солидарности в хронологических рамках с начала 1970-х годов до падения Польской Народной Республики и ряда просоветских правительств Восточной Европы в 1989 году. Солидарность – это не только профсоюз и общественное движение, изменившее лицо Польши и Европы. Это также культурное и моральное наследие, которое вдохновляет людей и по сей день. Постоянная выставка – это место, где размышляют о важности наследия солидарности для современного мира. На выставке вы встретите людей и инициативы, вдохновленные идеей солидарности и демократии, а также увидите, как Европейские центры солидарности участвуют в продвижении этих ценностей в Польше и за рубежом. Как я уже говорила ранее, она делится на семь залов. В первом зале можно увидеть, какой была повседневная жизнь народной Польши, какие были социальные и экономические проблемы, как люди справлялись с дефицитом и цензурой, так же, как росла оппозиция коммунистической системе и как рождались оппозиционные движения. Во второй комнате вы перенесетесь в август 1980 года, когда на Гдановской верфи вспыхнула забастовка рабочих под руководством Леха Валенца. Вы узнаете историю 21 постулата и августовских соглашений, которые привели к созданию независимого самоуправляемого профсоюза солидарность. Вы также увидите, как солидарность стала массовым общественно-политическим движением, объединившим миллионы поляков. В третьем зале вы узнаете, как коммунистические власти отреагировали на растущую мощь солидарности и как они готовились к ведению военного положения. Можно также увидеть, как люди сопротивлялись репрессиям и продолжали борьбу за свободу и демократию, историю подпольной солидарности, ее издательской, образовательной и культурной деятельности. Что касается четвертого зала, так здесь можно испытать эмоции, связанные с выборами 4 июня 1989 года, когда солидарность одержала историческую победу над коммунистами. Посмотреть, как убедилась Польша после краха тотальной системы и как она построила новую демократическую систему. Также здесь можно узнать о роли солидарности в процессе интеграции Польши с Европой. В комнате под номером 5 вы узнаете, что солидарность была не единственным оппозиционным движением в Центральной и Восточной Европе. Вы узнаете историю других движений и организаций, которые боролись за свободу и демократию в своих странах. Также увидите, как солидарность поддерживала эти движения и как вместе они способствовали падению коммунизма на нашем континенте. В шестом зале можно поразмышлять о важности наследия и солидарности для современного мира. Встретите людей и инициативы, которые черпают вдохновение в идее солидарности и демократии. Также можно познакомиться, как Европейский Центр Солидарности участвует в продвижении этих ценностей в Польше и за рубежом. И в последней седьмой комнате можно принять участие в интерактивной игре о солидарности, проверить свои знания истории и текущих социальных и политических проблем. Здесь можно увидеть, как вы можете добиться солидарности и демократию в своем окружении. Вдохновиться примерами людей и организаций, которые меняют мир к лучшему. Постоянная выставка Европейского Центра Солидарности – это незабываемое путешествие в историю и настоящее. Это также приглашение задуматься о собственных взглядах и ценностях. Это место, где можно почувствовать себя частью большого сообщества, свободных и сплоченных людей. Ведь солидарность – это не только профсоюз и общественное движение, изменившее лицо Польши и Европы. Это также культурное и моральное наследие, которое вдохновляет людей и по сей день. Если вы хотите узнать об истории солидарности и ее влиянии на демократические изменения в Центральной и Восточной Европе, я рекомендую посетить вам выставку в Европейском Центре Солидарности в городе Гнадске. В последнем выставочном зале была огромная стена с надписью «Солидарность», состоящая из тысячи листочков с надписью «Посетители». Мы также оставили свое послание о теме, которое беспокоит нас больше всего в последнее время. В этой комнате мы нашли все необходимое – стол вместе с листочками и ручками, и написали заветное желание всех украинцев. В этом центре была комната с надписью «Посмотреть в глаза другого человека и увидеть в них надежду, и тревогу брата и сестры открыли для себя смысл солидарности. Также лавка, на которой можно посидеть и подумать». С этой комнаты открывался вид на внутреннюю часть центра, а с другой стороны можно было увидеть площадь солидарности и памятник. Также мы посетили постоянную выставку об истории гнадского судостроения под названием «Верфь, мужчина, промышленность, город». Это история переплетения политики и промышленности, а также влияния верфи на город и города на верфь. На выставке представлены инструменты труда и одежда работника верфи, плакаты, дипломы предприятий, удостоверение личности, модель корабля, а также произведения искусства, иллюстрирующие данную тему. Кроме того, все дополнено фотографиями, фильмами и мультимедиа. Эти экспонаты представили почти 40 учреждений и частных лиц из Польши и из-за границы. Один из экспонатов выставки – точная копия детской обуви из музея Ливерпуля. Оно напоминает нам о девочке, которую моряк пытался спасти во время величайшей трагедии Первой мировой войны, когда подводная лодка У-20, изготовленная на императорской верфи, торпедировала британский пассажирский корабль под названием «Лузитания». Тогда погибло более тысячи человек. Матрос подрил туфлю родителям девочек. Затопление корабля считается одной из причин вступления США в войну. На корабле в тот день находилось более 100 американцев. Вот эта туфля. Верфь – это первая комплексная выставка об истории государственного судостроения в Гданске. В центре сюжета выставки – судьбы людей, а не кораблей. В центре сюжета выставки – судьбы людей, а не кораблей. На этом посещение выставок на сегодня заканчивается. Мы сдаем наушники и аудиогид и поднимемся вместе с вами на крышу здания, где находится смотровая площадка. С площадки можно полюбоваться панорамой Гданска. Здесь открывается прекрасный вид на бытовые площадки и старый город. Кстати, эту смотровую площадку можно посетить абсолютно бесплатно и без необходимости посещения выставок. Можно просто прийти в часы работы центра и подняться на самый верхний этаж, чтобы полюбоваться видом на Гданск. Еще одна от меня рекомендация. Место фуд-холл Монтовня. Открылось оно достаточно недавно, находится близко от центра. Там можно попробовать еду абсолютно разных стран. Если хотите отдельный выпуск об этом месте, ставьте плюсик в комментариях. Спускаемся на лифте и зайдем в сувенирный магазинчик, который я обещала вам посетить еще в начале видео. Здесь много уникальных и интересных сувениров в разном ценовом диапазоне, связанных с тематикой этого места. Очень красивые шопперы с лотарней морской по 45 злотых. Или же открытки, блокноты, чашки с тем же изображением. Здесь могут найти себе что-то интересное как парни, так и девушки. В магазине есть одежда, кепки, футболки или, например, еда, шоколадки, чай. И цены, кстати, приемлемые. Спасибо, что смотрели видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!